Кто-то сортовал по колеры, а кто-то и по померы. Могилюшане поднимали доброчную акцию «Новое житё» у обмен на накрывки. Она объеднала сотни человек, что не обаяковывает до людей, которым потребна допомога и до экологии. Зелёная, жёлтая, синяя. Накрывочка у тот на любой густ. Они разные по форме и померы, но мы это их сбору одна. Отправить пластик на перепроцовку, чтобы полепшить экологию. Она отриманная сродки, да помогших хворым детям и дорослым. С какого года проводится акция? С 2018 года. Я с этого времени вступила в этот проект и столько лет с любовью в нём участвую. И эту любовь передаю всем окружающим. И это, в принципе, на сегодня видно по тому количеству крышечек, которые год из года растут. Для сбора подходят пластиковые накрывки с маркировкой 24 и 5. И, так же, кажучи, с подсоку воды и молока. Примают так само накрывки от бытовой химии. Важно, кавьяны были чистыми. Почему это важно сейчас, в наше время? Ну, потому что, во-первых, мы помогаем природе и детям. Сколько за сегодня крышечек собрали? Сегодня крышечек собрали уже больше полтонны. Проект «Новое. Житё обмен на накрывочки» потребляют больше 50 городов и городских посёлков по всей Беларуси. В основном это школы и детячие сады, предприемства и гандлёвые объекты. Как-то мы потихонечку включились сначала сотрудниками, потом и семьи, которые у нас получают поддержку. И приёмные семьи, и кризисные семьи. Как-то люди откликались. На ТЭЦ-2 работает моя жена, попросила помочь. Жена моя там ещё коллектив весь собирал на проходной. Долго эти крышечки, пробочки, все несли, собирали, ну, чтобы помочь. Вырытывать житё, тё просто подарить усмешку – это может каждый из нас. Часом просто необходимо почать себе. Тогда, навыд от газировки, будет своя корысть. Ксения Мартусевич, Александр Артемьев, Новины региона.